Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко. И сегодня я хочу показать вам еще одну интересную короткую партию в французской защите. Здесь партия любопытна тем, что белые применили довольно редкий дебютный вариант. И в общем-то, наверное, где-то смутили черных. И в итоге белые провели красивую атаку. И, конечно же, в итоге быстро победили. Ну давайте посмотрим, как это все получилось. Итак, по порядку. У нас была французская защита, еще раз скажу. Это e4, e6. Далее после d4 и d5 у белых есть разные ходы. Это и конь c3, и конь d2, и ed, и e5. Останавливаться на всех этих моментах не будем. Сразу покажу то, что было в партии. В партии белый сыграли конь c3. И это один из самых сильных ходов в данной позиции. Теперь у черных есть тоже три главных хода. Это конь f6, это de вариант Рубинштейна и слон b4. Слон b4 и конь f6 считаются самыми сильными ходами. Да и все-таки ход такой более простой и более, наверное, скромный. Но после хода слон b4 у нас получается вариант Винавера. Итак, слон b4. И вот тут, конечно же, для тех, кто изучает теорию французской защиты, не секрет, что основной ход, причем с очень большим отрывом, это ход e5. То есть e5, белые захватывают центр. Ну и опять же, если мы говорим по главной теории, то она начинается после c5 и далее a3, слон c3, bc. Ну и здесь у черных есть разные ходы. Это прежде всего конь e7, ферзь c7. Также есть варианты ферзь a5, там конь c6, например. Но это встречается более редко. Данная позиция, конечно же, очень актуальна и по сей день. Ее играют как белыми, так и черными гроссмейстеры многие. Но, тем не менее, всего этого в партии не было. И белые здесь сыграли очень, скажем так, неожиданно для черных. Я так думаю, это слон d2. То есть слон d2 ход встречается крайне редко. Ход вполне нормальный. Но здесь у черных, опять же, при сильнейшей игре, конечно же, полный порядок. То есть почему слон d2 все-таки не самый сильный ход? Дело все в том, что после хода слон d2 черные играют просто d2. Вот, и, соответственно, здесь ходом d2 черные, в общем-то, решают все свои дебютные проблемы. То есть они разбивают сильный центр белых. Ну и белым здесь, опять же, если не хотят как-то запутать черных, нужно идти в острые варианты, которые связаны с ходом ферзь g4. Именно так в партии было. То есть ферзь g4, в принципе, ход стандартный для французской защиты за белых. И здесь белые нападают, прежде всего, на пешку g7. Итак, далее была ферзь d4, черный съедет еще одну пешку, у них уже две лишние пешки. Но, однако, не все так просто. Дело в том, что после хода длинная рокировка у белых довольно большой перевес в развитии. Поэтому пока, конечно же, полишний материал думать все-таки рано. Черные играют f5. Вот, ну и здесь после хода f5, если мы тоже обратимся к теории, то основной ход за белых это ферзь g3. То есть ферзь g3, слон d6. Ну и тут белые играют как f4, так и слон f4. Ну и объективно во всех этих вариантах у черных полнейший порядок, даже небольшой перевес есть. Ну, покажу для примера ход f4, то есть что после этого может быть. Итак, например, f4, черные бьют на проходе. Ну и конь f3, то есть конь f3 это контратака, нападение на черного ферзя. Ферзь у черных уходит. Ну и здесь, опять же таки, если обратиться к рекомендации компьютера, то он советует поменяться ферзями, перейти в эндшпиль. У белых сейчас не хватает нескольких пешек, но тем не менее, по-прежнему, конечно же, перевес развития у белых остается, причем перевес довольно большой. Ну и также все-таки тоже важно отметить, что у черных здесь структура не самая сильная, пешка e6, изолированная, и слабая пешка g4 тоже, конечно, здесь не особо впечатляет. Но тем не менее, все-таки это все лишние пешки, тоже, конечно же, это имеет значение. Да, ну и далее покажу примерный план как за белых, так и за черных. То есть тут даже черные готовы пешку эту e6 отдать, но зато мы видим, что последними ходами черные как раз-таки завершают свое развитие, они выводят свои легкие фигуры, все, кроме слона белопольного. Вот, и также король ушел из центра, то есть тут действительно у черных полный порядок, даже небольшой перевес, то есть мы понимаем, что, в общем-то, одну пешку на e6, конечно же, белые отыграть смогут, но вторую пешку на g4 отыграть будет не так уж и легко, поэтому здесь, конечно же, у черных все, по сути, просто прекрасно. Но тем не менее, в общем-то, всего этого в партии не было, может быть, из-за того, что я вам показал, может быть, каким-то другим причинам, но здесь белые сыграли по-другому, а именно слон g5. Итак, слон g5, это ход, в принципе, вполне возможный, он не является ошибкой, но здесь действительно, в общем-то, у белых перевеса уже точно нет, ну и, по сути, при идеальной игре черных перевес уже переходит к черным. Ну что ж, позиция очень острая, и, конечно же, в ней разобраться довольно трудно. Давайте посмотрим, что же дальше было в партии, и что могло произойти. То есть, опять же таки, если мы обращаемся к компьютеру, то он рекомендует смело сыграть ферзи в 2. То есть есть еще одну пешку, комп, в принципе, ничего не боится, ну и объективно здесь действительно у белых ничего нет, то есть шаг на d8, ну это всего лишь шаг, и король просто уходит, здесь на самом-то деле ничего страшного с черными не происходит, плюс важно понимать, что у белых есть свой король, то есть угрожает и ферзь е1, и ферзь f1 со взятием слона, то есть у черных тоже есть свои угрозы, причем довольно сильные. Именно поэтому после хода ферзи в 2 лучше сходить d8 не спешить, пока сыграть просто конь h3. Все-таки это темповой ход. Ну и далее красивая тактика, на самом деле ничего тут суперсложного нет, это просто размен ферзей, то есть ферзь е3, суть в том, чтобы слон ушел с поля g5, и затем после слона е3 и fg у белых уже не было идеи ладьи d8. Ну опять же вариант продолжается, вот и здесь могут черные просто начинать размены, продолжать развитие фигур свое, объективно здесь конечно же у белых ничего нет, даже позиция черных более приятная, все-таки у них лишний материал, и пешки пускай слабые, но они все же лишние, вот поэтому здесь черные вообще ничем не рисковали, и ферзь в2 объективно и надо было сыграть. То, что было в партии, тоже вполне допустимо, то есть ход ферзь на поле е5, смотрится крайне логично, ферзь уходит в центр, но тем не менее подвижку это уже не точный ход. Тем не менее, опять же таки здесь все еще позиция вполне нормальная для черных, единственное, что после ухода до 8 и короля в 7, когда белые сыграли конь f3, вот тут черным нужно было просто сыграть еf, то есть конь f3 конечно смотрится ход довольно странно, тем не менее ухода есть своя идея, то есть почему вообще белые сыграли конь f3, на что он не рассчитывал, и не рассчитывал не то, что после хода еf будет ферзь b4, и опять же таки сюда и нужно было идти черным, потому что в этой позиции мы видим, что все-таки поле g6 для короля есть, то есть король всегда готов бежать на поле g6, и добраться на том поле до короля черных белым будет очень непросто, то есть в этой позиции, да, понятно, что король не идеальный, но тем не менее, по крайней мере матовых уроз каких-то у белых не было, то есть надо было сюда пойти и посмотреть, что же дальше белые придумают в этой острой позиции. Черные же после хода кони в тынис захотели допускать ферзя на поле b4, и решили, что нужно просто отойти от нападения коня, сыграли f5, ну а ферзь z5 это уже решающая ошибка, здесь уже спасения у черных нет, и после сильного и очень точного хода слон b5 белые побеждают. То есть в чем идея хода слон b5? Угрожает мат в один ход, допустим, если черный сыграет слон c3, то будет слон e8, ну не, так сказать, мат в один ход, угрожает на самом деле мат в два хода, потому что слон e8 есть еще король в 8, да, и затем слон g6 это уже мат. Вот, то есть угрозы у белых, конечно же, есть, прежде всего это ход слон e8, вот, и соответственно, именно поэтому здесь нужно черным было сыграть как-нибудь по-другому, ну вот, опять же таки, был ход g6, который являлся сильнейшим, но и после хода g6 тоже здесь черные проигрывали, то есть допустим, конь e5, король уходит, ну и здесь можно было просто уйти ферзем куда-нибудь от нападения, то есть ферзь g3 или ферзь h4, все эти ходы работали, ну допустим, ферзь h4 или ферзь g3, тут в принципе не так важно, то есть на самом деле, опять же показываю примерный вариант, здесь уже у белых большой очень перевес, то есть пока у нас материальное равенство, но тем не менее у черных развитие ужасное, король очень слабый, и главное, что опять же проблемы с черными полями, они остались, то есть просто угрожает заезд, можно сказать, белых фигур по черным полям, ну и опять же показываю примерный вариант, то есть то, что советует движок, все эти красоты, наверное, не обязательны, можно было бы идти более простыми способами, но это просто демонстрирует, насколько большие проблемы у черных. Варианты, опять же таки, повторю, довольно сложные, но тем не менее, все равно видно, что король черных здесь под сильной атакой. Тем не менее, конечно же, ход g6 стоило сделать, потому что если не сыграть g6, то черные просто получают мат, что в партии в итоге было, черные сыграли конь c6, ну идея на самом деле понятна, то есть теперь нету хода слон e8 у белых, и ходом конь c6 черные закрыли данную диагональ, диагональ a4 e8, ну и также вторая цель этого хода, что я с a8 защищаю белопольного слона. Тем не менее, у этого хода есть другая проблема, то есть белые здесь просто прогоняют этого коня ходом конь e5. Такой красивый ход, ну и после конь e5 черные сдались, поскольку опять же таки работает та же комбинация, которую мы с вами ранее уже разбирали. То есть форсировано черные получают мат. Так что, в общем-то, что можно сказать по итогам данной партии, в принципе, про вариант винабера. Это очень острый вариант, и во французской защите, пожалуй, это одна из, в принципе, самых острых линий, поскольку здесь черные не стремятся как-то сыграть более аккуратно, более надежно, как, допустим, в варианте Рубинштейна, вот, а сразу же начинают контр-игру по центру. То есть слон b4 очень сильный ход, активный ход, после которого белым нужно тоже решать определенные проблемы. Ну, опять же таки, да, конечно, белые, если не хотят вообще идти в осложнение, они могут играть не e5, например, а там просто ed сыграть, такой ход тоже, конечно же, есть, но понятно, что просто ed, конь f3, допустим, конь f6, ну, показываю примерный план, но в такой позиции, конечно же, у черных по дебюту нет никаких проблем, то есть здесь полнейший порядок у черных. Безусловно, дебютный перевес такими ходами не получишь. Хотя, опять же таки, если белые хотят сыграть попроще, не идти в острые линии, можно сыграть таким образом. Вот, но, опять же, можно сыграть и более интересно, более азартно, и сделать редкий ход, который действительно на практике почти не встречается, если мы говорим про сильных игроков, это ход слон d2. Ход на самом деле корректный, тут белые не проигрывают сразу, но после d2, еще раз покажу эту идею, белые выскакивают в g4, отдают уже 2 пешки, ну и далее делают длинную рокировку, и у них ставка, это атака на черного короля, и в принципе использование перевеса в развитии. Тем не менее, здесь после точного хода f5, везде у черных полный порядок, то есть на слон g5 просто нужно подменять ферзей, после хода ферзя f2, например, это можно сделать, и объективно там черные не испытывают никаких проблем, то есть у них полнейший порядок. Вот, но в любом случае вариант, конечно же, интересный, слон d2, ход, который многим будет, скажем так, крайне неприятным, потому что ход редкий и неожиданный, и опять же, в короткие контроли, типа блица, или быстрых даже, хоз слон d2 вполне может сработать, если вы играете против любителя французской защиты. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравился мой разбор, возможно, в будущем продолжим изучать вариант винавера, либо какие-то другие схемы французской защиты. Всем спасибо за внимание, и до встречи в новых видеороликах.